Ну вот так московский район Бирюлёва выглядел неделю назад. Толпа местных жителей. Сначала люди просто собираются на народный сход. К митингующим присоединяются националисты. И всё перерастает в погром торгового центра «Бирюза» и «Овощебазы». В итоге мобилизован весь личный состав московской полиции. Детонатором беспорядков стало убийство местного жителя Бирюлёва Егора Щербакова. Не местным. От понаяхавших так давно москвичи называют всех приезжих. Коренные жители этого района устали давно. Именно в них они видят все причины своих бед. Итак, почему московское благополучие прорвало именно в Бирюлёва? И что вообще такое спальный район Москвы? Местные активисты познакомили нашего корреспондента Наталью Панкратову со своей жизнью. Трезвый взгляд на краешек Москвы под названием Бирюлёва ведет к гражданской оппозиции. Именно за нее Андрея Клюкина горячо не любят чиновники. На странице, которую обычный менеджер самовольно создал в интернете, вся бирюлёвская жизнь. Управа всегда нас читает. У нас даже есть отдельные комментарии сотрудников Управы, которые там тоже вставляют, что мы нехорошие люди. Это само собой, они любят. У них нет возможности на их сайте ничего комментировать, а у нас они всегда наши постоянные гости. А еще Андрей Клюкин руководит общественной организацией граждане района, что в Бирюлёве сродни ежедневному подвигу 25 членов и 18 сочувствующих на почти 250 тысяч прописанных здесь человек. Бывший поселок с 1960 года – южная окраина столицы. Дальше только бескрайняя Замкадия. В официальных документах Бирюлёва делится на два муниципалитета – западная и восточная. От, собственно, Москвы их отделяют промзоны и огромный парк. В центре возвышается единственный на весь район кинотеатр Керчь. Диспетчивает поставки овощей и фруктов в крупнейшие розничные сети города Москвы. Учитывая социальную значимость предприятия, закрытие данного объекта и использование зеленого участка под другие цели не представляется возможным. Дата публикации – ответ областей на обращение жителей 5 июля 2012 года. Клюкину давно было понятно, к чему идет вся эта овощебаза. Телесериал «Няня», когда она работала в Бирюлёве, то Степана откуда-то там из-за холостя, понимаешь, или там песня «На недельку, по второму», то видишь Бирюлёва растворится в синих лицах. То есть, ну, как бы образ осознает, то есть сама власть, что Бирюлёва – это такое место, богом забытое, ну, на самом деле, забытое властями, где… Помоги себе в слове. На недельку до второго я уеду в Бирюлёва, посмотреть, как в синих лицах отражается Москва. Услужливый поисковик в ответ на фразу «Гимн Бирюлёва» предлагает этот кусок популярного шоу. Слова перепетого хита 80-х сегодня звучат совсем уж на злобу дня. Там меня найдут на стройке или вовсе не найдут. И после произошедшего кажется, что уезжали в Бирюлёва и оставались здесь только те, из-за кого 13 октября толпа громила витрины. Для всех остальных столичный отшиб стал крайне непривлекательным. Вот кафе «Файтон». Регулярные драки. До прошлого воскресенья депутат муниципального собрания Бирюлёва-Западного Виктор Забавников особенно вечером здесь старался не появляться. Теперь экскурсия по району удивляет его самого. Сплошь славянские лица. Не славянские приходится искать. Тут же стоят все время таксисты. Но автобус. Нет, сейчас не видите такого колорита. У перехода под железной дорогой, которая делит Бирюлёва на западные и восточные, дежурит ОМОН. Мимо проплывает закрытая на бесконечный санитарный день овощебаза. Кажется, вот он, законный порядок. Так просто, один ходить нельзя. Они идут группой и с ножами, и хонят тоже, и стычки бывают. Язык бытового национализма понятен каждому. Есть мы, коренные бирюлёвцы, и они, то есть чужаки. А еще в третьем лице говорят о чиновниках. Вот здесь они разрешили снести детскую площадку ради парковки для ресторана, которые открыли другие они, то есть приезжие. Эту площадку убрали, а здесь были дети игранные, неплохая была площадочка. А это объясняет все, что осталось от детского сада. До начала 2000-х он принадлежал железной дороге, которая передала его местным властям. И садик перестал существовать. Сначала он стал общежитием для мигрантов, а потом и вовсе сгорел. И даже бирюлёвская молодежь теперь обходит его стороной. Когда-то пожар его все оббили, потом здесь стали собираться уже бомжи, наркоманы, то есть как бы все ночью. Или вот, бирюлёвская ноу-хау, частный дом культуры. Когда-то от него отказался автомобильный завод ЗИЛ. С тех пор у здания есть владелец, который много лет пытается вернуть его государству. Но у государства на второй ДК в районе денег нет. К сожалению, этот дом культуры так и не был выкуплен. Значит, он перешел в частные руки. И поэтому на сегодняшний день у нас, кроме ДК Загоря, государственного учреждения, больше здесь ничего нет абсолютно. Этот ДК теперь почти оплот местной оппозиции. Фракция КПРФ муниципального собрания Бирюлёва-Восточная в составе трёх человек собираются здесь. Эти стены тоже часто слышат слово «они». Они не заинтересованы в том, чтобы урегулировать эти все проблемы. Потому что в противном случае с этого им ничего не будет. Только в мутной воде можно намыть денежки. Столы, как обычно, овощи, картошка, апельсины, яблоки. Всё это снесли, здесь стёкла были, их разбили. Андрей Клюкин показывает место, где в воскресенье, видимо, в рамках борьбы с овощей базой, разгромили фруктовый развал. Орудовала группа, человек 300 молодых парней, которых никто в Бирюлёве до этого не видел. Полицейские здесь, как и очевидцы из местных жителей, не препятствовали. Люди и власть немножко боятся друг друга общаться, откровенно, проблемы не слышат друг друга. И вот всё это вырывается в то, что начинают решать проблемы сами. То есть вот давайте сами найдём, сами накажем, сами побьём, сами сломаем. Депутат Забавников внезапно встречает того, кого искал. Хозяин кафе «Девичья башня» азербайджанец по национальности Фазил Амир Асланов только что вставил окна. «Девичьей башне» тоже досталось во время погромов. Всё вы нелегало, нелегало, нелегало. Господи, нелегало, да? Да закройте границу, сделайте бизовый резин. Я каждую неделю летаю в Германию. О чём вы говорите вообще? Нелегало из неба прилетает. Уже давно гражданин России Амир Асланов уважаемый в диаспоре человек. Через 10 минут переговоров выясняется и суть Бирилёвского межнационального конфликта. Почему мой ребёнок не может в футбол пойти играть? Почему не может? Сейчас снег пойдёт кататься на танках или на станках. Куда это всё сюда? А раньше мы боялись. Вот сейчас первая неделя. Ну, ваших земляков. Не всех. Не всех. Я не говорю за всех. Как можно бояться? Бояться. У меня два образа. У вас очень агрессивная молодёжь. У вас очень агрессивная молодёжь. А ваша нет? Ну, не настолько. И не так. Детская площадка в виде Кремля сегодня пустует. После воскресных погромов в понедельник на урок русского к Наталье Анатольевне пришли не все ученики. Родители велели сидеть дома. Во вторник ситуация нормализовалась. Здесь в каждом классе из 30 человек для пятерых русский язык не родной. Но к этому факту учителя давно привыкли, работают. Очень часто бывают, наверное, дети, которые здесь говорят в школе, приходится говорить на русском, а в семье на своём языке. Вот это тоже проблема такая. Директор Светлана Петровна, привычно прокомментировав межнациональные отношения в школе, во время интервью, подумав, неожиданно выступает с обращением. Знаете, мне, наверное, хотелось бы всё-таки пожелать тем людям, которые пользуются вот этой обстановкой, которая создалась в районе, которая приезжает из разных округов Москвы, из Подмосковья, для того, чтобы получить здесь вот этот адреналин, чтобы столкнуть лбами жителей района и наших детей, успокоиться и всё-таки подумать о том, что они творят. Выбраться из Бирюлёва в Москву не так-то просто. Нужно долго ехать по очень узкой двухполосной Каспийской улице. И это чуть ли не единственный путь на Большую Землю, то есть до станции метро. Каспийской улице встаёт, и можно часа три добираться тогда. И метро в этом районе столицы в ближайшие 10 лет вряд ли построят. В генплане станция не значится. Автор текста весёлой песни из сериала, в которой жизнь Бирюлёва противопоставлена жизни в новом мире, похоже, знала, о чём пишет. Наталья Панкратова, Надежда Уткина, Данил Гончаров, Полина Куприенко и Александр Терзинов. Программа «Вместе». Россия. Бирюлёва.